Здравствуйте, дорогие товарищи! Я рада всех вас видеть и благодарна за возможность выступить здесь. Моя тема связана с более широким исследовательским контекстом моих плановых занятий. Это буддийское письменное наследие за пределами Индии. И сегодня я бы хотела с преимущественной опорой на то немногое, что опубликовано с искритяином о его путешествиях и работе в Тибете, и достановить картину обстоятельств обнаружения сансквитских рукописей в Тибете в 30-е годы XX века. Указание о времени, что это уже 30-е годы XX века, принципиально, потому что уже буддизм прошел значительный путь, много этапов уже в рамках тибетской его региональной формы. И это представляется мне совершенно чарующим, что эти рукописи сохранились до этого времени. Ну, прежде всего, откуда вообще могла появиться идея такого рода поисков сансквитских рукописей и Тибет? Здесь нужно сказать о том, что открытие Ходсона в Непале, и это 1830-е годы, произвело ошеломляющее впечатление на водологическое сообщество всех европейских стран, потому что Ходсон передал более 300 рукописей, они были довольно вскоре каталогизированы и описаны в различные хранилища европейских стран. И в чем была здесь сенсационность этого деяния? В том, что до этого обнаружения сансквитский буддийский канон считался безвозвратно утраченным в ходе разрушения крупных центров буддийской учености на территории Индии в ходе исламского нашествия и восстановление истории буддизма и его канонические произведения шло по тибетским и китайским переводам. И хотя по описанию рукописи, обнаруженные Ходсоном в Тибете, полученные, приобретенные, они зачастую были не древними, это были копии, подготовленные переписчиками, и тем не менее это дало надежду на то, что возможно в ходе трансляции буддийской культуры из Непала в Сибет, там также что-то может быть обнаружено. Ну, надо сказать, что культурные связи и религиозные связи, паломнические маршруты между Непалом и Тибетом имелись. Конечно же, они документированы и есть описание этих паломничеств. И надо сказать, что Минаев, наш единственный российский ученый-путешественник, который посетил Непал, то есть уже Гималайскую зону, с территории Индии, а не с территории России, он в очерке Непал, как, в общем-то, самый очевидный факт в разделе о географии Непала, он указывает, какие проходы, где расположены проходы в Тибет, он их находит три. То есть сама возможность удаленных этих культурных связей давала, открывала перспективу обнаружения там и рукописи на санскрепте. Санкт-Ретияин, крупнейший врагу Санкт-Ретиянин, имеющий титул Маха-Пандит, это крупнейшая фигура индийской культуры 20 века, мировой культуры 20 века, потому что, обладая мощной личностью и многоаспектной одаренностью, мотивированностью, он совмещал свои деятельности и научные исследования, бодологические исследования и политические действия, то есть эта фигура, конечно, легендарная. Относительно малая известность санскрептеяины в России, как мне кажется, воспринимана тем, что значительное количество его собственных произведений написаны на новоиндийских языках, и трудность доступности этих материалов, возможно, и тормозила исследования в этой области. И в этом плане, конечно, низкий поклон Ярославу Владимировичу, который с опорой на архивные материалы восстановил очень многое деятельности санскрептеяины, фактически открыт для российского читателя эту мощную фигуру. Итак, в своих четырех путешествиях в Тибет санскрептеяин посетил преимущественно, и вот остались описания, как это было, трех монастырей. Это Шалу, основанный в 1040 году, Сакья, основанный в 1073 году, Ингор, основанный в 1429. Вот есть такая, если это будет видно, схематическая карта, на которой кружочками эти монастыри обозначены. Но здесь визуализировать это просто. Это юго-запад Тибета, то есть это та ближайшая территория, которая доступна по выходу из Непала. То есть это путь, принципиально отличающийся от маршрутов, которые нам с детства знакомы по описаниям Пржевальского и его последователей. То есть все русские пути в Тибет шли с противоположной стороны, то есть с северо-востока, кроме Минаева. Что объединяет эти монастыри? Их объединяет то, что они принадлежали школе Сакья, которая сформировалась до того, как Занхаван и его школа Гилук стала доминирующей по своему влиянию на территорию Тибета. Социологом религии и тибетологом Еленой Александровной Островской разработана была теоретическая основа для анализа процесса институционализации буддизма в Тибете. И там как раз роль и значение этой школы с большой подробностью и обоснованностью показаны. То есть центры учения в рамках школы Сакья должны были быть также центрами исследования буддистской философии и логики, как опоры монастырского образования, и центрами переводов. И вот это ключевой момент, конечно же, который и предполагает одновременное нахождение в рамках одного хранилища, вестилища и тибетских, и санскридских рукописей. Вот на это как раз и обращает внимание Санкт-Ти-Айн, который пишет, что высказывает гипотезу, что санскридские рукописи на пальмовых листях активно переводились на тибетский с середины IX по XIII век. И что их должно быть много тысяч. Но однако лишь Сакья они могли сохраниться. Но за рамками вот этого периода XIII века, то есть после этого периода, сакьяские иерархи уже не интересовались с этими рукописами, их было разрешено забирать в другие монастыри. Я специально выделяю из описаний Санкт-Ти-Айна те тонкие детали, которые, ну, пока я не нашла, работа, где они бы интерпретировались, которые именно характеризуют обстоятельства обнаружения этих рукописей. Ну, потому что в настоящее время они уже в хранилищах, и известный факт, что очень подробно может быть расписана рукопись, что в хранилище попавшее и ее дальнейшее там движение, кому выдавалось, там не выдавалось, но как она поступила, когда, это в лучшем случае, но описание именно, что ситуации, ее бытования до того, как она поступила в хранилище, то есть вот легенды этой рукописи, это бывает не всегда, и поэтому вот эти вот тонкости, указанные Санкт-Ти-Айна, мне представляются очень ценными в исследовательском плане. И таким образом первые пути перемещения санкт-Ти-Айна, санкт-Ти-Айна, Санкт-Ти-Айна отмечает, что рукописи, которые санкт-Ти-Айна, которые он обнаружил в монастыре Нго, Нго и Шаву, они вначале были в Сапьях. Другие возможности вот хранения, обнаружения. Очень много рукописей было вложениями ступы и скульптуры Использование рукописи в качестве вложений это сказать вопрос к настоящему времени уже эти бетолгами, легивидами, музычками, он исследован надлежащим образом. Вот у нас есть бессмертный источник, это Бородин, в золотой храм в Гавране, где он перевел ценнейший источник с тибетского языка, характеризующий порядок вложений в гигантскую статую Майтрея в золотом храме и там перечислено какие тексты туда были положены в каком количестве, то есть они должны быть растяжены до того. и в такой части статуи они должны располагаться, не смешиваясь другими вложениями. И в то же время, если рукопись находится внутри статуи, то мы можем лишь предполагать, каким образом, что там лежит, не подвергая эту статую деструбцией, потому что лишь металлической малой пластики, это факт изумчен, для вложений делалась такая капсула, ну, емкость такая в основании и в рамках музейных практик уже они открывались, и там смотрелось, что там внутри, но в рамках буддийской, монастырской повседневности подобного рода акция, разумеется, была совершенно невозможна. Но если внезапно скульптура разрушалась сама по себе, но случилось такое горе, она разбилась, об этом пишется в сутки, то она ремонтировалась, и все, что было внутри, закладывалось, разумеется, вновь, туда же. Так что это вот то, что как бы оно данное, но оно не может быть сделано взято. Очень интересно использование рукописей именно вот на пальмовых листьях в качестве оберега, в качестве панацеи. Это, конечно, было путем пополнения дохода монастыря, потому что если паломник был также и щедрым жертвователем, на то он получал маленький кусочек пальмового листа с фрагментом, фрагмент рукописи, небольшой очень, и предполагалось, что он будет либо носиться в качестве выверяга в соответствующем внестилище, либо в качестве болезни его нужно было растворить в воде и выпить эту воду, и исцеление будет достигнуто. И это объясняет вот такое вот использование, объясняет то, что симплетияно удалось привести несколько разрозненных и фрагментированных пальмовых листов. Так, и здесь мы видим, что это функционирование, многоаспектное функционирование рукописи в рамках буддийской повседенности. Приводится пример расположения слышал в Сапьян, что копия Промана в Арктике серьезнейшего сочинения Драма Кирти по буддийской логике на пальмовых листах была заложена вовнутрь скульптуры изображающей Драма Кирти. Вот это указание совершенно потрясающее, потому что оно как раз говорит о том, насколько была серьезно преформирована буддийская монастырская повседневность при сохранении базовых ее опор при переходе из Индии в Тибир. В этой связи я приведу указание Хербаткова со ссылкой на Тиранатху о том, что понятия шести украшений и учения, а имелись в виду крупнейшие философы и логики, среди них Драмакилки, Нагаджуна, Арьядева, Арьясанга, Васубангу и Дигнага в рамках индийской буддийской культуры не объединялись в единую группу, а развитие вот этого понимания и поименования шести украшений и учения появляются только в Тибете. И вот это очень существенно, потому что это говорит о том, что в рамках проповеди буддизма в Тибете необходимо было создать атмосферу особенного почитания, пометования об основе буддийской монашеской образованности, а именно о логике и философии. Надо сказать, что и изображения, скульптурные и пускасные изображения от указанных философов, они прочно вошли в пантеон тибетский буддийский и это еще раз доказывает существенность именно вот което дискульсивного аспекта в буддийском письменном наследии в рамках уже тибетской буддийской культуры. Так, педицца распелся. Сейчас я хочу сказать о следующем, что Санкт-Петяен высказывает также несколько гипотез о том, что рукописи на бумаге, которые также были в указанных монастырях, они не были привезены непосредственно из Индии, но поступили из Непала и что эта бумага она как непальская может быть охарактеризована. Ну, это, да, действительно так, если мы посмотрим описание рукописей Хорсена, которые локализовывались в Непале изначально, да, там приводает бумага. И также многие исследователи знают, в том числе, который публиковал свои рукописи, которые участвуют Мондук, о том, что это испорченный санскрипт, что в Непале санскрипт уже приобрел ряд, ну, то есть, он утратил чистоту, он утратил чистоту. так что здесь на вот этих эпизодах скрывается, конечно, очень важный этап трансмиссии буддийской культуры из Индии дальше в Центральную Азию. Несомненно, если бы история не предполагает вот этого сослогательного наклонения, я не очень люблю, ну, сама по себе, я не очень люблю вот эти исторические модели, но в данном случае нужно сказать, что вот два фактора обусловили специфику этого праксиса. Это, конечно, исламское нашлиствие в Индии, то есть прекращение деятельности крупнейших центров, это Наланды и Витамашилы в Центре буддийской учености, это очень существенно, и возможность через Непал укорениться в Тибете. Что же а вот сейчас эти рукописи, которые поступили, да, причем я сам был себе переписчиком, а вот, и я полагаю, что это было связано не только с отсутствием денег, потому что переписка рукописи всегда оплачивалась, это, так сказать, на многих других примерах подтверждается, но я предполагаю, что некому там был этот сосуд переписывать, потому что уже к 30-м годам эта культура уже там функционировала вовсю, конечно, переводы на тибетский язык. И в завершение я хочу два слова сказать о следующем, что поскольку это наследие, сейчас а ведь цибет это часть это современный цибет, это цибетский автономный район КНР, то все рукописи и как и другие реликты буддийской жизни, буддийской культуры, они подпадают под закон КНР об охране культурных ценностей. В этой связи очень интересна гондерская лекция Штайна Фермера, известного исследователя 2003 года, она публикована в 2004 году, и она посвящена конечно историческому обзору так сказать о санктуре и санктуре в Тибете, где она поменяет санктуре и тучи, которые примерно посещал Тибет. И современное состояние, что сейчас по официальной позиции статуса техкультурного наследия исследователи зарубежные могут получать только копии, не соприкасаясь с оригиналами, и что один из вариантов международной кооперации в этой связи это сделать такой же проект, который был бы аналогичен международному дунхуанскому проекту, который был инициирован британской библиотекой в 2000-м году, с тем, чтобы все места хранения оцифровывали эти рукописи и они были бы доступны в интернете. Так что мы видим такой вот совершенно новый разворот относительно судеб этих рукописей. Надо сказать, что их статус там подробно у штангельнера описан, что там указаны новые центры хранения, то есть они вывезены частично из монастырей, но в Сакья они остались, ну, равно как и в библиотеке Потала и Марбулевки. И вот эти открытия, они продолжаются и сейчас. Есть информация об открытии в монастыре Грибок в 2003-м году, тоже элементов санскритского рукописного наследия, поэтому этот процесс еще не закончен, но Санскритяен, конечно, положил ему такое научное начало, и его вклад здесь, я считаю, героическим и беспрецедентным. Спасибо. У меня есть эмарка. В 2004-м году в Москве на Всемирном съезде востоковедов был профессор Камал Эшвара из Калькутты, и он мне рассказывал, что с приходом китайцев в Тибет в общем все, что можно было сжечь, сожгли, то есть получается, что есть то, что не сожгли, я пытаюсь просто понять, сопоставить вот эти временные рамки, потому что то, о чем он рассказывает, начинается чуть раньше, чем пришли китайцы, поэтому... Я имею в виду период с 52-го по 59-е годы, да? Наверное, да. Вот. Ну, понимаете, вот у меня лично нет документальных свидетельств о том, что конкретно было сожжено и что осталось, но проект по сохранению и исследования не был бы возможен, если бы сожжено было все. Потому что он рассказывал, что сжигали, а потом восстанавливали, но уже не то, что было, а как бы, ну, в общем, нечто восстанавливали, а все, что могли, сжигали. Он говорит, я приехал в Тибет-поисках санскритских рукописей, когда был молодым, а тогда к тому моменту он был уже лет, наверное, 85, и он говорит, что ничего толком не нашел, потому что, в общем, все было, как это, ну, новое дело. Ну, вы знаете, у меня нет просто сведений об этом. Спасибо, что вы говорите об этом, я займусь этим отдельно. Спасибо. Мне интересно, я в этом ничего не понимаю, просто мне интересно, что вы... Да, это требует восстановления. Спасибо. У меня есть другое замечание, точнее, даже не замечание, буквально вчера была завершена работа над каталогу с каталогаром, то есть, как бы, у нас есть исходное издание Ауфректа, которое 1871 года, да, сводный список, как сказать, всех работ, глав и прочего, и буквально вчера была завершена оцифровка нового, значит, 50-томного второго издания. Если вам интересно, я могу вам буквально расшарить экран, чтобы вы увидели, как это выглядит. Да, конечно, спасибо, да. Вот я прямо сейчас просто попробую сделать. Татьяна Викторовна, спасибо большое за доклад. А вот что касается чего сожгли, чего не сожгли, вы знаете, очень трудно здесь что-то наверняка утверждать. Дело в том, что находка рукописи не только санскритской, но и тибетской, тибетских рукописей не так уж много на самом деле. В основном мы имеем, конечно же, старопечатные издания. Это очень большая редкость. Поэтому представить себе, так сказать, огромные находки, которые были сожжены, довольно трудно. Надо все-таки искать документальные свидетельства. Потому что, конечно, легенды сейчас всевозможные есть, но необходимо подтверждение документальное. Виден ли мой экран? Да, виден. Спасибо, Елена Петровна. Спасибо, да. Однозначно, просто мне сложно понять, как подтвердить то, чего нету, но мы с мыслью полностью согласен. Значит, вот это 137 тысяч записей названий санскритских рукописей получается всех бумажных изданий нового каталога с каталогом с 1935 по 2019 годы. То есть, издание не завершено, но там уже очень много томов, и вот они оцифрованы. Марс, а столько там не 137 тысяч, а 13 тысяч? Нет, там 137, я должен вас расстроить. Да, предыдущего тут написано. А, вот наверху вижу, там достаточно впечатляющая цифра, потому что в старом издании, я сейчас не успел досчитать, но там, по-моему, в три раза меньше. Да, это, конечно, очень. Я просто, вы как человек, как работа, интересующийся рукописями, возможно, здесь найдете какое-нибудь подтверждение своим догадкам или наоборот. Это очень интересно. Спасибо, это очень интересно. Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода